МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком. В студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в доме на северном Власихинском проезде в Барнауле. Статья. Уничтожение или повреждение чужого имущества. В результате пожара выгорела вся крыша пятиэтажного дома. Напомню, крупный пожар произошел вечером 10 июля. В первую ночь жители вынуждены были ночевать у родственников или в пункте временного размещения. Электричество и водоснабжение в дом вернули на днях. Следователям предстоит найти виновного. Наказание. Штраф в 120 тысяч рублей, арест или лишение свободы сроком на год. Восстанавливать крышу еще не начали. Рабочие очищают ее от железных листов. Подробнее о том, как идет ремонт, расскажем в вечернем выпуске. Ну а сейчас об открытии нового производственного комплекса в Бийске. Там начали выпускать лекарственные препараты от крупнейшей фармацевтической компании «Эвалар». На запуск производства ушло 5 лет и миллиарды рублей. Подробнее о целебных препаратах, которые соответствуют международным стандартам качества, далее. Три, два, один. Новому заводу по производству лекарственных препаратов от компании «Эвалар» дали зеленый свет. Оценить масштабы предприятия приехали федеральные и краевые власти. Первый заместитель министра промышленности и торговли России Сергей Цып, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, а также депутат Алтайского краевого законодательного собрания. Во время экскурсии они увидели все этапы производства, а также то, как алтайские растения превращаются в фитотерапевтические препараты, которые известны всему миру. Почти 35 тысяч квадратных метров, 4 производственных блока и оборудование мировых производителей. Мощность нового комплекса позволяет выпускать 2 миллиарда таблеток и капсулу ежегодно. Это позволит Валару в полтора раза увеличить объем выпускаевой продукции. Если взять тему фармацевтики, то мы с вами прекрасно понимаем, что когда-то был период, когда у нас еды практически нет. И эта тема ниже довольно жестко конкурентная и требует очень высоких критериев. И качество, и технологии, и всего остального. То, что мы сегодня увидели на заводе, этому отвечает. Стоимость нового современного комплекса 5 миллиардов рублей. Объем инвестиций, который уже вложила компания, свыше 2 миллиардов. Это, конечно, хороший сигнал всем остальным субъектам хозяйственной деятельности, всем инвесторам, участникам рынка, о том, что в Алтайский край можно и нужно приходить. И мы постараемся создать, еще раз повторю, все условия, чтобы это было и возможно, и эффективно, и долгосрочно. Пока здесь открыто только первое производство лекарственных препаратов растительного происхождения. Следующим этапом стартует второе по производству синтетических лекарств. И в Новосибирске, и в Иркутске, и в Тюмени есть компании, которые активно развивают фармацевтику. Тоже являются одними из лидеров фармацевтического рынка. Вот, например, Валар занимается сейчас введением второй очереди в 2020 году по синтетическим препаратам. Абсолютно очевидно, что компании, институты, которые в Сибирском федеральном округе занимаются химическим синтезом, могли бы стать будущими партнерами компании Валар. То, что такая якорная фармацевтическая компания расположена именно на территории Алтайского края, имеет огромное значение для экономики и социального развития региона в целом. Это и новые рабочие места, с новым производством их будет порядка 300 и миллиард рублей налоговых отчислений в бюджет края. Когда власть адекватно относится к бизнесу, бизнес начинает развиваться. И, наверное, ключевым индикатором является то, что прибыль, которую аккумулирует предприятие, оно инвестируется обратно в развитие этого предприятия. По сути, происходит реинвестиция. И вот такого рода реинвестиция, она важна не только для экономики, например, Алтайского края, но и для создания кадрового потенциала, для создания интеллектуального капитала в принципе в целом регионе. И, на мой взгляд, на примере этого предприятия это происходит. И, по сути, вот создание высокотехнологичных рабочих мест, создание вот этого кадрового ресурса – это некая основа для того, чтобы привлекать и других инвесторов к нам в регион. Я думаю, что это одно из ключевых в развитии Алтайского края. Для регулярных инвестиций, признают власти, нужна более существенная поддержка. Мы, наверное, где-то недорабатываем. И мы сегодня тщательно изучаем наш законодательный рынок, части поддержки инвестиционных моментов, части поддержки инвестиционных моментов. Очень много посещаем предприятий, самых малых, средних, больших, для того, чтобы еще раз посмотреть, где на сегодняшний день мы, законодатели, в рамках формирования нашего правого поля могли бы помочь в этой части. В лекарственном портфеле компании 27 препаратов. В планах расширять ассортимент. В этом поможет новое производство. Тем более, потребность есть. Лекарства и биологически активные добавки от Валара пользуются спросом не только у нас в стране, но и далеко за ее пределами, так как они соответствуют международному стандарту качества GMP. Мы реализуем натуральные средства для поддержания здоровья. Это биологически активные добавки. В 25 стран мира реализация идет. Но в основном, конечно, по объему это составляет 10% от общего объема, что мы реализуем. Сейчас компания Валар не просто восполняет недостаток лекарственных препаратов, но и составляет уверенную конкуренцию дорогостоящим зарубежным аналогам. Цена бийских таблеток ниже на 40-50%. Валентина Ацкирова, Алексей Фризин, Сергей Даровских. День с толком. Далее еще немного полезной информации. Один из главных вузов региона, Алтайский аграрный, приглашает абитуриентов получить востребованную специальность. Приемная кампания идет полным ходом. Семь факультетов готовы предоставить абитуриенту полный комплекс высокотехнологичных направлений подготовки для кадрового обеспечения агропромышленного сектора региона. На дневном направлении вуза шесть факультетов. Агрономический, инженерный, ветеринарный, экономический, биолого-технологический и природообустройство. Мне очень было бы интересно работать в данном стадии на сфере. А животные, мое все. Любил, кошек домой приносил все время, не знаю почему. Родители всегда были против, но вот сейчас согласились. Чертить, считать, как-то мне это больше нравится. Я думаю, что здесь очень хорошие преподаватели, они дадут мне дальше основу. Здесь получают не только теоретические знания. У аграрного вуза мощная практическая база, например, техническая лаборатория точного земледелия. Это образцы в натуральную величину, а это копии бортовых компьютеров для удаленного управления. Специфику агротехники студенты изучают на современных моделях. Соответствовать современным реалиям важны условия качественного образования, которое и дает Алтайский аграрный университет. Соответствовать современным требованиям и моде стремятся многие, но всегда ли это уместно? Как показал социологический опрос, во всем мире люди все больше предпочитают ходить на работу в джинсах и футболках, считая костюм с галстуком слишком формальным вариантом офисной одежды. Было опрошено более 39 тысяч респондентов в 104 странах мира, в том числе и России. Как выяснилось, люди в целом предпочитают ходить на работу без определенного дресс-кода. Мы же спросили барнаульцев, что они думают по поводу вольности в одежде, ну и, собственно, джинс. Ну, смотря какая работа, если есть послабления какие-то в дресс-коде, работодатель позволяет, то, конечно, можно и джинсы надеть. Ну, сейчас лето, я думаю, не самая благоприятная пора для штанов и джинсов, для девушек, по крайней мере, поэтому я, конечно, предпочитаю юбки. Рубашку? Ну, вообще у нас дресс-код есть, поэтому рубашку одел. Так бы в футболке было. Сейчас в нашем городе стали носить шорты. Насколько это эстетично? Это очень эстетично. Ноги кривые, бледные, ноги с волосами. Люди не знают, что такое пяточки. Привести себя в порядок, извини. Вот мы, допустим, из совка. У нас свое видение. Мы ходили, по-другому одевались. Ну, а молодежи многое простительно, конечно, сейчас. Поэтому, в принципе, надо программу лояльности включать. Ну, костюм куда-то выйти, наверное, на работу. Ну, в смысле, на выход. Где-то работаешь, смотри. А готовы отказаться от классики или нет? Нет, нет, не готов ни в коем случае. Почему? Это стиль, это выражение себя. Когда ты вот какой-то возраст переходишь, да, черту, то есть ты должен как-то себя позиционировать с лучшей стороны. То есть здесь ты должен выделяться. И в моей работе также это имидж и стиль должен подчеркивать тебя. Ну, вот как мне кажется, джинсы, особенно сейчас, когда лето в самом разгаре, не совсем удобная одежда. За окнами жара? Как с ней бороться? Можно остаться дома, можно отправиться к воде. Тем более, в Барнауле есть место, где можно провести время в компании, безопасно и приятно отдохнуть всей семьей. Комплекс открытых бассейнов «Пляж» – прекрасное место для отдыха всей семьей. Основной бассейн – два детских бассейна с подогревом воды до 28 градусов. Простор для любителей спорта. Открытые площадки для пляжного футбола и волейбола. Каждые два часа в жаркий день здесь проходят занятия по аквааэробике. А для тех, кто хочет расслабиться, есть вместительная лаунж-зона. Пляж способен принять до тысячи человек, которые хотят спастись от жары. Представленная коктейльная карта у нас очень большая. У нас единственный в Сибири бар на воде мохито, где можно подплыть, заказать себе коктейли и плавать по бассейну, наслаждаясь напитком. Два теплых бассейна, аниматоры, специальное детское меню делают комплекс «Пляж» удобным и для семейного отдыха. Ребенок на свежем воздухе, водичка теплая в детском бассейне. Аниматоры развлекают, весело, лучше, чем дома сидеть. Пляж расположен в парке спорта, до него удобно добраться из любой точки города. Большая парковка, возможности для активного отдыха, чистота и комфорт. Все это комплекс открытых бассейнов «Пляж». А вот какое время для отпуска можно считать идеальным, каждый думает по-своему, но многие сходятся во второй половине лета. Однако неумолимая статистика говорит о том, что в этом году отпуск для россиян окажется дороже, чем в прошлом. При разумных условиях вариант с кредитом не исключен. Так чем же может быть удобно путешествие в кредит? Вы пришли, выбрали подходящий вариант и без долгого ожидания получили нужную сумму. И условия по кредиту могут быть по-настоящему летними, особенно если обратиться в нужное время. Оформить 300 тысяч рублей с платежом меньше, чем 10 тысяч – абсолютно реально. Чтобы в этом убедиться, достаточно 17 и 18 июля посетить офис Банка Восточный и воспользоваться нашим специальным предложением – оформить кредит на таких условиях. Если ваш отпуск, что называется, горит о семейный бюджет в режиме экономии, то способ получить нужную сумму вам подскажут 17 и 18 июля в Банке Восточный. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». У меня к этому часу все новости. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok